В Молдове нарастает конфликт между Демократической партией и Конституционным судом с одной стороны и Альянсом пророссийской социалистической партии и правого блока АКУМ с другой. Конституционный суд Молдовы временно приостановил полномочия главы государства от соцпартии Игоря Дадона, поскольку тот отказался подписывать указ о распуске парламента. Временно исполняющим обязанности президента суд назначил премьера от Демократической партии Павла Филиппа. Тот сразу распустил парламент и назначил на сентябрь досрочные выборы. Одновременно на улицы вышли его сторонники. На выборах в феврале пророссийская социалистическая партия Дадона набрала почти треть голосов, однако этого оказалось недостаточно для формирования правительства. Конституционный суд постановил, что если через три месяца после выборов кабинета не будет, то парламент нужно будет распустить. Срок истёк 8 июня. В тот же день парламент утвердил состав нового правительства во главе с премьером Майей Санду от проевропейского блока АКУМ. Однако Конституционный суд сразу же признал это решение незаконным, поскольку оно было сделано уже после истечения срока. «Мы обращаемся ко всем госслужащим и представителям сил безопасности с требованием игнорировать незаконные приказы со стороны тех, кто пытается узурпировать власть, а также поддерживать людей и законные власти, парламенты, правительства». В Кишиневе проходят протесты сторонников обеих политических групп. Нынешний кризис может посеять ещё больше нестабильности в одной из самых маленьких и бедных стран Европы с населением всего в три с половиной миллиона человек. Из-за коррупции и низких стандартов жизни многие молдаване эмигрируют в Россию либо страны ЕС. Тысячи нелегальных мигрантов переплавляются через реку Сучияте, которая разделяет Гватемалу и Мексику. Город Сьюдат и Дальго становится их первым пунктом прибытия на мексиканской территории по пути в Соединённые Штаты. Однако вскоре поток людей может значительно сократиться. США и Мексика подписали новое миграционное соглашение. Оно вступило в силу в понедельник. Впрочем, накануне люди продолжали пересекать границу. «Мигранты всё ещё пересекают. Это происходит периодически каждые 72 часа. Зависит от того, как они организованы. Но они продолжают пребывать. Иностранцы из разных стран». Согласно договору, Мексика согласилась использовать свою недавно сформированную национальную гвардию, чтобы патрулировать границу с Гватемалой. Она также согласилась обеспечивать на своей территории условия проживания для десятков тысяч человек, которые ожидают рассмотрение их заявок на получение статуса беженца в США. В последние месяцы Мексика под давлением со стороны Дональда Трампа стала активнее сдерживать поток нелегальных мигрантов из Центральной Америки, Кубы и других стран. В мае мексиканская полиция задержала около 23 тысяч человек. Это в три раза больше, чем в январе этого года, и в два раза больше, чем в среднем за первые пять месяцев прошлого года. Дональд Трамп с 10 июня обещал вести 5-процентные тарифы на весь мексиканский импорт в случае, если страна не сделает больше для сдерживания мигрантов. Обе стороны также договорились, что если в течение 90 дней новые меры не принесут плоды, то они будут предпринимать дальнейшие действия для решения миграционного кризиса. В настоящее время поток мигрантов в США самый масштабный за последние 10 лет. Только в прошлом месяце американские пограничники задержали 132 тысячи человек, нелегально пересёкших границу. В Гонконге прошёл масштабный протест против предлагаемого властями закона об экстрадиции. По данным организаторов, он собрал более миллиона человек. Власти автономного региона КНР планируют принять акт, который позволит высылать подозреваемых для судебного разбирательства в материковой Китай, где правит Компартия. Гонконг же хоть с 1997 года и находится под управлением КНР, но сохраняет демократическую систему. Это наследие времён, когда он ещё был британской колонией. Планируемый закон всколыхнул деловые, юридические и правозащитные круги региона. Люди опасаются, что могут лишиться базовых прав и будут постоянно находиться под угрозой высылки в Китай, где отсутствует независимая судебная система. «Самое главное – выступить против злобного закона, поскольку он угрожает базовым основам жителей Гонконга. Вначале многие думали, что это их не касается. Но теперь каждый человек, если он из Гонконга, видит, что это его затронет». «Этот закон окажет огромное влияние на следующее поколение гонконгцев. Каждый работающий житель Гонконга хочет просто мирной жизни. Мы все в ужасе от этого закона». Правозащитные группы не раз выражали обеспокоенность по поводу ситуации в судебной системе Китая, включая пытки, незаконные аресты, выбивание показаний и ограниченный доступ к адвокатам. «Материковый Китай разными путями внедряет в Гонконг и диктатуру. Например, похищает людей». В целом, демонстрации были мирными. Однако ночью несколько сотен молодых протестующих попытались убрать полицейские ограждения, чтобы подойти ближе к зданию администрации Гонконга. Полиция применила против них слезоточивый газ. Начались стычки. Несколько человек были арестованы. Подобный протест в знак солидарности также прошёл в австралийском Сиднее. Жители города Амравати на западе Индии страдают от нехватки воды. Чтобы достать воду для питья, приходится ежедневно спускаться на дно колодца глубиной 12 метров. «Нам приходится спускаться в колодец на 12 метров. Мы вычерпываем грязную воду, после чего яма снова заполняется. Это занимает некоторое время. И потом мы берём воду для питья. Всё это занимает много времени, даже целый день. Сидим здесь с трёх часов ночи до позднего вечера». И хуже всего то, что некоторым местным жителям воды может не достаться вообще. «Это наша проблема, и она не решена. Так тянется годами. У нас нет работы. К тому же, приходится пить грязную воду». Водный кризис для Индии – явление не новое. Воды не хватает во многих регионах страны. Тяжелее всего приходится в самые жаркие месяцы – май и июнь. Знакомьтесь, это робот по имени Бит. И он работает в кафе в Сеуле. Его профессия – бариста. Он принимает заказы удалённо через мобильное приложение или на кассе, а потом готовит клиентам свежий кофе. Менее чем за минуту заказ готов. Робот отправляет четырёхзначный код на телефон клиента. С его помощью можно открыть бокс с напитками. Одновременно машина может выполнять 14 заказов. За час делает до 90 чашек кофе, а в день – около 300. Напитки стоят 2-3 доллара США. «Это весело и удобно. В обеденное время здесь очень много офисных работников и местных жителей. Так что хорошо иметь подобного робота. Кофе можно получить намного быстрее». Эта сеть кофеин использует роботов в 45 своих ресторанах. Она говорит, что её роботизированный проект – первый коммерчески успешный в стране. Такие кафе можно найти в магазинах, школах и аэропортах. Менеджеры обычно приходят в заведения раз в день, чтобы почистить робота и пополнить запасы. В остальное время они следят за их работой удалённо через камеры наблюдения. Впрочем, не всем южнокорейцам нравятся такие нововведения. «Лично мне нравятся люди в роли бариста, потому что робот не может сделать напиток по вашим параметрам, как человек. Мне нравится некрепкий кофе, но робот не умеет контролировать крепость напитка. Также приходится ждать, когда напиток заказывает много людей. А в обычном кафе клиентов просто обслуживает больше бариста». Это лишь одна из немногих индустрий Южной Кореи, которая задействует вместо людей высокие технологии. Южнокорейские рестораны, супермаркеты, банки и фабрики всё больше полагаются на роботов и другую автоматику. С одной стороны, это вызывает восторг. С другой, многие начинают беспокоиться о росте безработицы. Недавно профсоюзы организовали забастовку против использования автономных строительных кранов на стройках, а также роботизированных кассиров в крупнейшей в стране сети супермаркетов. В Сеуле даже появился магазин джинсовых изделий, в котором нет продавцов. Сотни американских туристов машут кубинцам с борта огромного круизного судна. Этот корабль на ближайшие месяцы может стать последним прибывшим с американской земли. Администрация Дональда Трампа недавно наложила новый запрет на путешествие на Кубу. Предыдущая администрация, наоборот, снимала ограничения. С 2014 по 2016 годы это позволило многим кубинцам получить выгоду от сотен прибывающих туристов. Однако Дональд Трамп пытается добиться от коммунистических властей Кубы соблюдения прав человека и демократических преобразований. Также он недоволен тем, что Куба поддерживает социалистические власти в Венесуэле. «Это на нас влияет, поскольку чем больше людей приезжает в Старую Гавану, тем больше можно заработать на одежду, еду, производственные расходы. Мы зависим только от себя». Американские путешественники в последние годы были самой многочисленной группой туристов после канадцев. Хотя они тратили меньше ночуя на круизных судах, они нанимали гидов, водителей, а также ходили в магазины, бары и рестораны. «Бизнес в Старой Гаване зависит от туризма. Если круизные суда не будут прибывать, конечно, поток туристов сократится. Это повлияет не только на небольшие компании, но и на крупные государственные». В прошлом году доходы от туризма на Кубе сократились на 5%. Это произошло в результате ограничений, наложенных администрацией Трампа ранее. В 2019-м власти Кубы собирались увеличить доходы от туризма на 5,8%. Однако с введением новых ограничений этой цели добиться вряд ли удастся. Сборная Португалии стала первым обладателем трофея нового турнира Лига нации Уэфа. В финальном матче она обыграла команду Нидерландов со счётом 1-0. Игра прошла на стадионе Драгао в португальском городе Порту. Тысячи болельщиков собрались в фан-зоне, обустроенной рядом с мэрией. Хозяева турнира пережили несколько напряжённых моментов, защищая ворота от ударов противника. Но на 60-й минуте матча полузащитник Гонсалу Гедиш забил гол, обеспечив победу своей сборной. Игроки продемонстрировали трофей ликующим болельщикам. На балкон мэрии вышли Гедиш, главный тренер Фернандо Сантуш, защитник Пепе и капитан команды Криштиану Роналду. «От имени национальной сборной и всех моих товарищей по команде, президента и тренеров мы благодарим вас. Без вашей поддержки во время первого матча со Швейцарией, а также сегодня, победа была бы невозможна. Спасибо за помощь в завоевании этого трофея. Я хочу поблагодарить всю команду за то, что она сделала, за всё, ради чего все работали. Мы справедливо завладели этим трофеем. Большое спасибо всем». Болельщики отметили победу национальной сборной песнями и танцами. «Я очень-очень счастлив. Для меня это многое значит. Невероятно. Я чувствую себя очень счастливым. Это особенное событие». Для национальной сборной Португалии это второе золото. Первое она взяла на чемпионате Европы 2016 года. Нидерландцы побеждали только один раз – на первенстве Европы в 88-м. В небо над Лондоном поднялись 46 ярких аэростатов. Здесь стартовала ежегодная воздушная регата «Лорд Мэра». Воздушные шары взлетели рано утром с территории Баттерси парка. Первым по традиции взмывает вверх аэростат Лорд Мэра. За ним поднимаются шары крупных городских компаний. Аэростаты пролетают над Вестминстерским дворцом, деловым кварталом Каннери-Уорф и Гринвичем. В прошлом году регату отменили, так и не дождавшись хорошей погоды. В этот раз природа оказалась благосклоннее. Воздушная регата Лорд Мэра Лондона проходит с 2015 года. Обычно она выпадает на начало июня. Мероприятие благотворительное. Все пожертвования пойдут на помощь различным некоммерческим фондам. Благодаря воздушной регате уже удалось собрать более 280 тысяч евро. Лорд Мэр Лондона управляет только районом Сити, а во главе всего города стоит мэр британской столицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова